Господи, Господь наш, Як отчудно имя Твое по всей земли, Як Он взяться великолепнее Твое При и выше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 27 июня, среда, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к римлянам, 15 глава, стихи с 7 по 16. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию, разумея то, что Иисус Христос делался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отца, а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано, «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду пить имени Твоему». И еще сказано, «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще, «Хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы». Исайя также говорит, «Будет корень Иесеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святаго обогатились надеждою. И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Но писал вам, братья, «С некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, поданной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение послания апостола Павла к кремлянам. И сегодня Церковь акцентирует наше внимание на 15 главе данного послания. И в этом послании апостол Павел говорит как бы о цели своего послания и о взаимоотношениях иудеев и язычников, хотя практически о иудеях здесь и не идет речь. «Посему принимайте друг друга, как Христос принял в славу Божию вас». Христос принимает в славу Божию и язычников, и иудеев, но на заре христианства существовал некий конфликт, и этот конфликт некой линией прослеживается на протяжении всех посланий апостола Павла, и даже косвенно мы можем найти это в Евангелиях. Действительно, Евангелие, например, от Матфея, оно носило исключительно иудео-христианский характер, хотя другие Евангелия пишутся больше к языческой аудитории, то есть к христианам из бывших язычников. И здесь, конечно же, прослеживается некий контраст. И апостол Павел всю свою проповедь и все свое благовестническое служение приносил плоды именно этого единства во Христе Иисусе. Он стремился показать, что Бог обетовал спасение не только иудеям, но и язычникам. И в то же время Он говорил язычникам о том, что не нужно пренебрегать иудеями. И об этом в послании к кремлинам уже говорилось, и мы с вами рассуждали на эту тему, когда читали отдельные места данного послания. И сегодня в этом тексте, в седьмом стихе, апостол Павел говорит о том, что мы должны принимать друг друга, то есть иудеи и язычники, как и Христос принял вас в славу Божию. И Христос принял и тех, и других, потому что и те, и другие согрешили пред Господом. И в этом смысле они равны. В этом смысле у них нет никаких привилегий, потому что Бог нелицеприятен. И никакая принадлежность закону не спасает тебя, так же, как и непринадлежность тоже. Но можно исполнять и творить дела закона, будучи неподзаконным. И об этом апостол Павел старался, эту идею старался донести, а он об этом говорил в своем послании. Разумеет то, что Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам. И апостол Павел говорит о том, что Христос пришел для того, чтобы прежде всего принести те дары, которые Господь обещал братцам иудейского народа, прежде всего Аврааму. И на Авраама апостол Павел тоже часто ссылается, говоря о том, что именно во Христе исполнились те обетования, которые были даны Аврааму еще. И вот таким образом, так как Господь обещал иудейскому народу, то Христос пришел ради, в контексте отношений Бога и иудейского народа, народа Израиля, Христос пришел для того, чтобы исполнить обещанное Израилю. А для язычников Господь открывается во Христе. Почему? Из милости, пишет апостол Павел, чтобы славили Бога, как написано. И далее он приводит примеры из Ветхого Завета, показывая, что в замысле Бога языческий народ тоже был включен. И что языческий народ через Христа имеет возможность прикоснуться к славе Божией. И в этом смысле он абсолютно равен иудеям. И далее апостол Павел приводит пример из различных отрывков Ветхого Завета, из пророков и других текстов. «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано, «Возвеселитесь, язычники, с народом Его, и еще хвалите Господа все язычники и проставляйте Его все народы». Это цитата из Псалма. Исайя также говорит, «Будет корень Иесеев и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». «Бог же надежды да исполнит вас всякой радостью и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой». Действительно, любая вражда должна примиряться в Святом Духе, прежде всего. И как вражда между иудеями и язычниками тогда примирялась так и сегодня. Вражда между народами, которые мы видим, которые окружают, это, конечно же, результат прежде всего греха, который таится в сердце человека, и с которым ни те, ни другие не хотят бороться. Поэтому мир невозможно построить человеческими усилиями, но только призывая на помощь благодать Святого Духа возможно создать внутри своего сердца благостное состояние, в котором пребывает человек в мире со всем миром. Об этом состоянии пишет Федор Михайлович Достоевский в своем произведении братья Карамазовы, «Старец Зосима». У кого есть время, перечитайте этот отрывок, где говорится об обращении старца Зосимы, когда он отказался стреляться, будучи еще офицером, защищать свою честь. Именно благодатью Святого Духа он внезапно понял, что моя гордость, она пуста, она не нужна, она бессмысленна. И даже то презрение, которое этот Зосима, будучи офицером, еще получил от своих сотоварищей, потому что он отказался стреляться, по законам светского общества он опорочил свою офицерскую честь. Но это все ничто в отношении той любви, той радости, которая дарует человеку мир в его душе, который нисходит туда благодатью Святого Духа. Апостол Павел призывает нас к миру и любви. Будем стремиться к этому, братья и сестры. Будем вдохновляться словами апостола Павла на то, чтобы мир и любовь царила между нами. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як Он взяться великолепие Твое при и выше небес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok